Всем привет, друзья, и хорошего вам настроения, с вами Рэй, и мы продолжаем играть в игру DOS Survival. Будем дальше выживать в этом мире суровом, как говорится, где любая таракашка может нас убить, но мы-то, как говорится, не пальцем деланные, поэтому будем выживать. Ну что же, поехали, ребята. Во-первых, у нас очень много с вами заданий накопилось, которые, естественно, нам нужно сделать. Так, собрать шиповник, ага, убить охотников в лагере. Ну, как видите, я бегаю в одних трусах, наслаждаюсь, так сказать, природой, а можно даже лучше сказать, я с ней сливаюсь просто-напросто. Так, ну что, у нас есть грибы, есть картошка. Я думаю, что для первых паров, для первых выходок у нас достаточно. Блин, я уже голодный, я. Так, умоемся, ага, хорошо помылся, минус одна вода, отлично, ребята. По крайней мере, я больше болеть не буду. Сколько мы картошки... Ага, четыре штучки у нас есть. Вода закончилась, давайте, наверное, мы сюда воду бросим. Так, картошечку заберем, естественно, да? У нас, не забываем, также есть еще одна грядочка. Так, тут опять же нет воды, ё-моё. Жаль, очень жаль. Так, что у нас здесь? Давайте вот так вот мы сделаем. Будем готовить печеный картофель. Угу, что у нас здесь? Досочки. Они нам нужны, потому что картошку нужно запекать на угольках. Помните, нас учили. Учила нас заноза этому делу. Я ее урок принял. Так, ребята, не хватает двух ниток, чтобы я мог себе сделать мешок. Так, ну что, закинем. Ой, погоди, погоди. Что-то не то, по-моему, я делаю. Так, доски нужно вот сюда. Блин, перебор, что ли? Что-то не могу понять. Ладно, хорошо, давай вот так вот сделаем. Все. Пускай она, короче, запекается. Так, погоди-ка. Вот, ребят, не могу я. Управление мне прям бесит. Бесит и все. Я его настраивал, настраивал. Ничего хорошего у меня из этого не получается. Поэтому он и бежит так всегда корявенько. И обычно не туда, куда нужно. Давайте-ка, наверное, мы с вами сейчас сделаем вылазку. Так, по идее у меня все отлично. Перекусим, чтобы у нас была энергия, чтобы мы смогли хоть куда-то с вами добежать. Е-мое. И причем у нас с вами останется... Ну да, хватит нам. Три свободных ячейки есть. Попробуем для начала собрать шиповник. Поговорим, что на болотах живет ведьма, на которую... Что-то там, не знаю, нападают кто-то. Пустоши, да? Да, нам нужно именно сюда. Также нам нужно найти гвозди и найти сырые доски. Брони у меня нету. Я как лашпен, ребята. Ну, что ж поделаешь. Я же не виноват, что меня тогда накрыли и... Все, я потерял, что на мне было. Так, давайте будем потихоньку, не спеша, ребята. Нам, как говорится, лишние проблемы здесь не нужны. Будем вот так вот осторожненько все это делать. Оу, хорошо-то как. Ольняная ткань плюс геттош заработали. Так, сырые доски лежат. Забираем, естественно. Так, грибы. Грибы нам нужны. Будем их жарить. Соответственно, это будет у нас пища. А это, значит, будет энергия. Ё-моё, никуда не подойти. Смотрите, везде оккупировали. Ну, ага, это у нас горелые. А мне почему-то, знаете, хочется назвать их ходячими. Хех, прям как по сериалу. Так, что у меня тут? Взял дробовик, достал зачем-то. Три воды, три ветоши. Ух ты, разживаемся. Ребята, вот у нас и шиповник. Только вот, куда мне его, куда мне его положить? Хм, инвентарь, как обычно, весь завален. А он мне нужен. Чёрт подери. Что, может быть, что-то скушать? Давайте, наверное, съедим грибы. Причём, мы собираем одни грибы, да? А тут у нас на блюде грибы с зеленью. Это большая разница, между прочим. Так, забираем здесь ветоши плюс металлолом. Отлично. Так, ну, ага, есть. Я уже думал, что, ребят, топорик-то я забыл. Нет, всё, отлично. Куда ты потратил патрон, гадёныш-то этакий, а? Метательный камень. Я не знаю, ребята, в чём от него прикол. От этого камня. Так, тихо-тихо-тихо, не надо. Главное, чтобы меня не пропалили. Я сюда пришёл с миром. Просто-напросто собирать ресурсы. Так, кто там идёт? Идёт ходячий. Бум, я его топором, ребята. Прихлопнул. Вот это вот хорошо, кстати, что топор здесь не только для того, чтобы рубить лес, но и для того, чтобы защищаться. Ничего не нашёл. Жаль, конечно, но смотрите-ка, здесь у нас тоже есть ресурсы. Также мы собираем бетон. Бетон, я представляю, да, с бетоном бегать в карманах. Так, а тут ничего. Блин, почему-то жадно. Сырые доски и ещё один гриб нашли. Так, а вот это надо сломать. А ну-ка, что нам тут? Гвозди, сырые доски, ветошь. Отлично, ребята. Просто великолепно. Так, водичка есть, еда есть, всё хорошо. Вот только со здоровьем у меня очень хреновенько. Так, и два задания мы с вами практически сделали, да? Собрать шиповник нам нужно было. И всякую там ветошь, хренетаж. Я не знаю, ребят, может быть мне ветошь потратить на бинты? Бинты же всё равно мне пригодятся. А без них я никуда. Здоровье я могу восстанавливать только за счёт бинтов. Хотя, наверное, лучше и сдать квест, а уже потом с остатками, как говорится, делать, что мы захотим. Ну что ж, давайте, наверное, пробежимся до убежища, до нашего. Так, 30 энергии мы потратим. У нас 52 ещё в запасе. Так, отлично, всё у нас хорошо. Давайте заходить. Маяк у озера. С самого дня ноль, озеро скрыто туманом. Иногда в нём вспыхивает свет давно заброшенного маяка. Вот так вот, ребята. Ну что ж, давайте поговорим с занозой. Завершить. Ну, теперь вколоти пару гвоздей в доску и обмотай ветошью рукоять. Так. Короче, она хочет, чтобы я сделал палку с гвоздями. Угу. Так, а где у меня этот олух? Вот он стоит. На тебе шиповник, который ты просил. Пахнет? Об этом я и говорил. Давай. В общем, первое правило хорошего работника на полях. Нужно быть бодрым. Второе правило. Чёрт, на языке крутится. Нет, не вспомню. Ладно. Про первое. Отвар шиповника в чувство приводит. Смотри, не делай слишком крепким. А то с непривычки может в голову дать. Я вот на родине злоупотреблял. Видишь, что с памятью стало. И вроде как иммунитет выработался. Одной кружки мне мало. Завари на очаге кружки три отвара. А не то я прямо здесь усну. Так, мне нужно сделать бодрящий отвар для него, ребята. Значит, три напитка нужно сделать. То есть, я надеюсь, мне хватит всех моих ингредиентов, которых я набрал. Так, что у меня здесь с картофаном? Посмотрим. О, картошечка запеклась. Отлично. Значит, нужно мне шиповник. Так, и, по-моему, надо воду, получается, да? Да, выкладываем сюда воду. Вот она, кружечка. Так, ускорить, пятьдесят. Эх, не будем, ребята, не будем, наверное, ускорять. Две минутки, мы уж с вами как-нибудь подождем. Это терпимо все дело. Так, что у нас тут? Нужно сделать доску. Ой, блин, нужно сделать вначале доску. Потом уже ее с гвоздями сделать. Вот так. Ну, отлично. Задание сделали? Где оно? Сделали. Так, что побежали вперед к занозе и отчитываться, что так и так, мол, мы сделали палочку с гвоздями. Будь добра нам поощрение какое-нибудь сделать. Да, отлично вышло. Угу. Слушай, нам нужно все больше и больше материалов. В мешке столько не утащишь. Ну, это понятное дело. Пора сделать тебе нормальный рюкзак. Для начала доберись до вымершего лагеря. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ты куда меня отправляешь, а? Заноза. Ядрит тебя на корень. Ядрит Мадрид, я так сказал. Так, ладно, она меня хочет отправить. Здесь нам не хватает ниток. Здесь тоже все упирается в нитки. Штаны можем сделать с вами. Ммм. Да, только штанишки. И, вот, и бандану. Слушайте, ну, можно, наверное, замутить-то это дело, да? Штанишки-то в любом случае нам пригодятся. Ага. И бандану. Хоть какая-то будет броня. Ну, если это можно так назвать. А для рюкзака нам нужен вот эта вот тряпка нужна, блин. Где ее взять, пока не знаю. Это у нас чистая повязка, это совсем не то. Так, хорошо. В штанах, как говорится, с банданой мы теперь как Рэмбо первая кровь. Так, четыре тряпки. Бетон мы выложим с вами. Так, давайте металлолом тоже выложим. И вот это вот. Фляжку заберем. Гвозди. Я не знаю, ребят. По-моему, нормуль. Итак, доски, доски, гвозди. С едой пока нормуль. То есть, энергии нам хватит с вами. Хотя уже, блин, тридцаточка всего осталось. А ну-ка, мешок. Даже для мешка нужны нитки с иголкой. Так, отварчик у нас один. Оу, щет, ребята. А шиповник? Три шиповника нужно для того, чтобы сделать кружечку. То есть, получается, что нам нужно еще шесть. Шесть ягод. Блин, да что ж такое-то, а? Блин, этот фермер меня наколол, ребята. Он мне не сказал, что именно вот так нужно это все дело делать. Эх, это, получается, мне нужно возвращаться, да? Для того, чтобы найти себе еще три шиповника. Точнее, не три даже, а шесть. Чтобы сделать еще две кружечки бодрящего, блин, напитка, а? Вот охламонище. Ладно, нам... Так, что там? Забери результат переработки. Какой? А-а-а! Нужно забрать отвар. Так, хорошо. Давай мы... А что мы сделаем? Мы сделаем с вами сейчас грибы. Которые у меня здесь в инвентаре. Отлично. Три грибочка все равно не помешает. Как говорится, тут любая еда у нас на счету. Все. Сколько там? По минуте делается. Давайте, наверное, вот так вот с вами ускорим это все дело. Слава богу, у нас есть монеты с вами. Золото, которое нам дали. Так, подожди, что-то не выкладывается почему-то обратно. Как это ни странно. Так, добраться до лагеря. Забрать шиповник. Опять я голодный уже. Да что ж такое? Только начал, уже голодаю, а? Ну, давай, хорошенько подкрепимся. 80 энергии у нас. Повязочки. Да, сделаем себе две штучки. Потому что у нас очень мало здоровья, а оно нам нужно будет. Без него никуда. Заноза и ее напарник Шерп. До аномальной зоны. Действительно, ребят, тут какой-то, блин, Чернобыль. Так, это у нас деревня заброшенная. А нам нужен вот сюда. Вымерший лагерь. Ну что же, давайте сбегаем. 31 энергию мы потратили. 47 еще в запасе. Там то, все, пятое, десятое. Все дела пока сделаем. Я думаю, что... Да, хватит. У нас еще картошка с собой есть. Там бифштекс. Так что нормуль. Как-нибудь протянем. Главное здесь выжить. Вот меня что больше интересует. Так, что такое? Запас металлолома. Ну, это понятно. В домах ты найдешь все необходимое для рюкзака. Угу. Найди 4 бичевые и 2 отрезка льняной ткани. Все, я понял тебя, заноза. Тихо, кто-то бежит там. Кто-то бежит. Кто это? Кто это такой? Эй, братюня, успокойся. Хе-хе, отгреб. Так, подхимимся, ребят. И заодно прощупаем его. Что там у него есть? Такого добротного. Ох ты. Жетон нарушителя. Черт, у нас какие-то помехи в эфире. Кто-то лезет на нашу чистоту. Ты убил нарушителя? Ему это нравится. Он тоже убивает их без жалости. Нифига, ребята, вы посмотрите. Вот это костюмчик. Вот это чувак. Ё-моё. Имя. Его называет Ликвидатор. Но на самом деле у него нет имени. У него есть для тебя задание. Покажи ему, на что ты способен. Ядрёна, Вош. Убей ещё двоих нарушителей и собери и жетоны. Твой на ладоник пометит их имена красным. Ядрёна, Вош. Ребят, вот это, вот это поворот. Фига тут ещё, блин, жетоны должен собирать, а? Вот это красота, блин. Ликвидатор. Представляете, я буду работать на ликвидатора. Так, ладно. Я надеюсь, это всё будет легко и просто. И мы с вами быстренько как-нибудь найдём эти жетончики. Один у меня уже есть. Так, металлолом. Слушайте, пока я никого здесь... Блин, опять места нет в инвентаре. Да что ж ты будешь делать? Так, я вижу здесь дофига... Тихо, тихо, тихо. Не надо выёживаться, я вам скажу. Так, смотрите-ка. Да, места нету. Машина. Это кто? А, фу ты. Ходок идёт. Ну иди сюда, горелый. Так. По-моему, ребята, что-то здесь... С каким-то таким, знаете, запозданием мы атакуем. Типа, лага, глюк... Ох, вот это надо всё за... Блин, нету места. Это нитки и ветошь. Это ж самые вкусные вещи, которые я могу здесь найти. Блин. Зачем я этот отвар с собой взял, а? Кто мне скажет? Блин, надо что-то сожрать, ребят. Я не знаю. Давайте, блин, грибы слопаем, что ли. Ну что, одна ячейка всего освобождается. Этого, по-моему, маловато. Что нам взять надо? Возьмём, наверное, мы с вами... Так, второе дно какое-то ещё. Требуется монтировка, чтобы открыть второе дно. Второе дно, ребят. Представляете, тут ещё какое-то второе дно. Дно есть. Странно. Так, повязочка. Она нам пригодится, естественно, ребята. Так, давайте, наверное, мы с вами возьмём... Блин, да что ж такое? Нету места для ниток даже, а? Повязка эта... Тут у нас крип мешается теперь. Ой, то густо, как говорится, то пусто. Штаны эти давайте выкинем, наверное. Нафиг они нам не нужны. О, всё, удалились. Так, нитки. Нам нужна ещё, в принципе, бечёвка, да? Места у нас нету. Чёрт, ребят, такой хороший лут у нас с вами пропадёт. Давай гриб заберём. Я уровень получил отлично. Это радостная новость, потому что у меня сразу восстанов... Фу, нафиг. Я уже... Оу-оу-оу-оу-оу-оу! Тихо, 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 ребята. Не буяньте, горелый, иди отсюда. Так, охотник. Нам нужно сколько? Десять штук их завалить. Блин, что такое, ребят? Фу, справились. Ну-ка, обыскиваем этих олухов. Что у них есть? Блин, ещё нитки. Ух, ветошь. Подожди, подожди, подожди. А что, у меня не хватает места теперь? Да, ребят, без рюкзака я тут, наверное, долго не побегаю. Так. Выпили, восстановили себе маленькой энергии. Отлично. Так, а что я сюда могу поставить, чтобы у меня освободилась ячейка? Карту... Не понял. Ага. Что-то, ребят, действительно задержка какая-то идёт тут. Всё, ветошь я поднял. Всё хорошо. Тут у нас ещё и бочки можно посмотреть. Что в бочках? Ничего я не нашёл, к сожалению, в бочках. Ладно. Так, бетон заберём. Да, ребят, действительно, какие-то вот доли секунды. Я кликаю, а у меня буквально через определённое... Так, блин. Иди отсюда, волчара, ты достал меня. Ну, что тут? Ничего нету. А на волке? Как-то долго, блин. Так, мясо. Слушайте, я думаю, что мясо было бы хорошо. Оно очень питательное, восстанавливает очень много энергии. Слушайте, я могу только съесть... Камни, может быть, эти выкинуть. Или бифштекс этот слопать. Грибы я не буду есть, ребята. Это однозначно, потому что не хватало мне ещё отравиться здесь. Всё. Есть у нас местечко. Соответственно, я заберу это мясо себе. Ага, вот так-то оно будет лучше. Здесь наверняка у нас будет... Кто там идёт? Опять, опять этот гадёныш тут присосался. Давай-ка его нахлобучим, малька. Так, там ещё, что ли, один крадётся, нет? Блин, здоровья очень мало. Очень мало, ребят, здоровья у меня. Так, что тут? Погоди, погоди, погоди. Это, по-моему, там не зомби у нас далеко ходят. Это эти рейдеры. Как их там звать-то? Я уже забыл. Побежит за мной, нет? Пока вроде не идёт. Отлично. Оу, ломанулся, гад. Нафиг, нафиг, нафиг. Не будем мы, ребята, с ними в стычку вступать. Потому что очень мало здоровья у меня. Я не знаю. Хоть возвращайся домой обратно, потому что у меня инвентарь весь забит. Нет, ничего я не могу себе взять. Если только вот собирать грибы, ветошь, там тряпки и всякую фигню. Тихо, ходок идёт. Горелый этот. Слушайте, управление, конечно, нервирует меня. Нет места для бетона. Зато металлолом... А, нет, ветошь. Металлолом я не поднял, но зато ветошь взял. Но я думаю, что ветошь всё-таки лучше, чем металлолом. Потому что это бинты. Сейчас вот здесь по окраинке побегаем. Ребята, насобираем всё, что сможем. Пока полностью себе не забьём карманы. Я представляю, как ему тяжело бегать с бетоном в карманах. Так, тихо. Я вижу, вижу, вижу. Идёт. Куда он идёт? Ко мне, что ли, идёт? Нет. Мимоходом, как говорится, он пошёл. Слушайте, это грядка. Интересно, здесь есть что-нибудь у них? Эй, да подожди ты, я же хотел, блин, просмотреть. Давай металлолом заберём. Тут у нас... То есть металлолом мы не забираем, мы забираем ветошь. Вот оно как. Сколько у нас? Ммм, достаточно. Блин, да что ж ты будешь делать, а? Всё-таки как хреново бегать без рюкзака, ребята. Ммм. Так, топор. Топор у нас почти всё. Ему хана. Камни эти, может, выкинуть. Какие ядрени, фени. Нафиг они нам нужны. Что я могу сюда поставить, а? Ага, всё, отлично. Мясо у нас в ячейке. Так, давай-ка мы наделаем повязок. Потому что у меня повязок нету, и здоровья, соответственно, тоже нету. Как же ты долго, блин. Почему такая задержка идёт, а? Всё, хорошо. Так, где у меня они, повязочки эти? Пять штучек. Но это, ребята, не так уж и много. Если честно, пару раз подхилится. Тем более, видите, сколько встанут. Всего лишь 200 хп. Так, 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 так. Давай-ка. Блин, столько хочется всего здесь подобрать. Что, ветошь опять подобрали, да? Ветошь именно она. Ещё ветошь. Хотелось бы, конечно, и металлолом. Всё равно это всё нам пригодится в дальнейшем. Так, гриб. Гриб мы тоже заберём. Чё, такое ощущение, что я бегаю по кругу, и уже вроде бы как бы здесь был. И всё время у нас появляется всё это заново. Тут у нас, походу, будут клубни или ничего. Ну, давай ты не топи. Есть. Но, опять же, не хватает места под это всё дело. Блин, может быть, выпить? Ё-моё, в конце концов, этот напиток бодрящий. Нет, не надо, ребят. Нам нужно три напитка. Давайте тогда вот так вот с вами переработаем всё в ветошь. Ой, в ветошь. В бинты. У нас, естественно, ячейка, да, освободилась. И мы уже сможем с вами забрать клубни. Так, не хочу... Мне и хочется, ребят, туда вот забежать. И бой знает. Во-во-во-во-во-во-во, вот он. Ну-ка, попробуем его. Лос-Морталис получил своё. Давайте-ка прошмонаем, что у него там интересного есть. Ааа, фляга. Причём пустая, три штуки. Это как-то мне не очень нравится. Я бы с удовольствием разбомбил бы ихний лагерь. Либо весь бы там в пух и прах пустил бы. Так, что у нас здесь? Во-во-во-во, ходок идёт. Идёт ходок. На, получи, гадёныш, горелый. Иди дальше, загорай. Чиполина. Так, смотрите, что у нас здесь? Это что такое? Не знаю. А, семена льна. Слушайте, это же я могу взять и к себе, например, перетащить. И у меня будет растелён. Блин! Ветошь потратил. Надо было рюкзак делать. Ну-ка. Ничего абсолютно нету. Да, этот фургончик у нас просто так. Эй! Лос Морталис. Можно попробовать, конечно, его захерачить. Да как что пробовать, ребят? Мы его и так захерачим. Хе-хей! Порвал! Как тузик грелку. Так, вот у нас... Да ё-моё! Ну что ты будешь делать? Ну... Прям я не знаю. Ай, всё так нужно, я... Блин. Ветошь. Хрен-то, наверное, с ней с этой ветошью. Может быть здесь ещё есть поживица. Хорошенького такого, но... Да не копашись там долго. Так, смотрите, ребята. Есть. Отвар шиповника мы нашли. Отлично. Это просто хорошо. Блин. Ой-ой-ой. Ребята, а у меня со здоровьем-то вообще кисло всё. Кисло, говорю, всё. Так, что мы тут найдём? Ничего абсолютно. Слушайте, я боюсь, нам придётся, наверное, эту зону покинуть. Дай мясо, пожалуйста. Дай мясо. Нет, он даёт нам мех, шерсть эту. Блин. Тихо, тихо. Подожди, подожди, подожди. Что там? Ой-ой-ой-ой. Ребята, давайте, давайте отсюда сваливать. Нафиг. Здоровья мало, а этот упырь охотник, он меня просто закромсает. Чёрт подери. Напряжённая была обстановка. Почему нельзя сделать в играх так, что если, например, я лутаю, меня нельзя убить, предположим. Так, жетоны не все. Шиповник. Блин, а почему? Ах, я должен свой шиповник забрать. Понятно. Ну что, я предлагаю, наверное, сбегать к себе в убежище. Наверное, выложить что-нибудь. Хотя, мне нужен был шиповник. Его здесь не растёт почему-то. Он у нас растёт в совсем другой локации. Нам всё равно придётся туда рано или поздно возвращаться. Так. Вот оно, убежище родное. Всё равно заданий мы пока никаких не выполнили, к сожалению. Так же я как бегал в трусах, так в трусах и бегал. Нет, в штанах. Да, я в штанах уже бегаю, с повязкой. Бечёвку я не нашёл, ребята. Точнее, я не нашёл льняную ткань. Одну штуку. Печально. Так, ну-ка, что у нас здесь? Ага. Семь фляжек, которых даже взять некуда. Блин, всё забито подчистую, ребят. Знаете что? Может быть, ещё один ящик сделать, а? Так, что у нас тут можно выложить? Грибы мы с вами сделаем. Нитки. Нитки, нитки. Блин. Мясо. Мясо тоже нужно готовить. Клубни можно посадить. Два напитка выложим, наверное. Потому что всё равно они нафиг здесь не нужны. Так, гвозди. Изолента. Очень-очень мало места у нас. Я бы так сказал, не развернуться даже. Ничего никуда не положить. Фляги у нас здесь. Почему фляги здесь? Давайте мы мясо поставим. Да? И на готовку. Слушайте, 5 минут будет один бифштекс готовиться. Так, картошечка готова у нас. Так. Пускай 20 минут, чтобы выросла одна картошка. Ребят, вы представляете, а? 20 минут. Это же охренеть, сколько ждать. Конечно, я могу всё это дело ускорить за монеты. За голду. Ну а зачем? Оно того не стоит. Так, давайте-ка мы ещё одну фляжку, наверное, сюда забросим. Так, 7 штучек. Оп. Отлично. Замечательно. Можно, конечно, было бы и ускорить. У нас бы получилось очень много картошки. И всё будет хорошо. Потом мы её, естественно, запекём. Еды у нас будет опять в достатке. Так, не хватает ветоши. Я ничего абсолютно, походу, не смогу себе здесь сделать, да? Станок ткацкий. Ага. Опять же, тут нужна ветош. Да. Так, давайте-ка создадим. Вот сюда мы её поставим. Рядышком грядочку эту. Лучше пускай три грядки у нас будет. Надеюсь, не зря я потратил ресурсы. Хотя древесина, она везде находится. Так, отлично. Всё. По голоду у нас пока терпимо. Эй, как долго ждать, блин. Слушайте, а почему вот нельзя, да? Я представляю, можно же было бы сделать, например, картошечку с мяском. Положил и получилось у тебя не просто жареное мясо, а, например, уже какое-нибудь там мясное рагу. Которое было бы намного питательнее и полезнее. Так, шкуры, шкуры мне не нужны. Вот этот топор возьмём. Он ещё более-менее крепкий. Ну и всё, наверное. Это тряпка. Где я её нашёл? Всего лишь одна штука. Была? Так, маленькая кропка. Ё-моё, ну не хватает теперь досок. Ни одно так другое. Ни понос так золотуха. Чтоб вас всех. Я не знаю, что делать. Да, ребят, игра очень и очень долгая. И требовательна. Бегать туда. Принеси того. Сделай всё. И взамен тебе показывают большой кукиш. Это в лучшем случае. Ну а в худшем ты просто-напросто подыхаешь. И здесь у нас нет таких вот локаций, как, например, в Лас-Деи, там, в лес сбегать. Здесь вот у нас вот есть определённые места. И всё. И только в них мы можем с вами тусоваться. Так, у нас тут ещё кассету нужно найти в пустошах у горелых. Какой-то горелый таскает её в кармане, видимо. Вот. И эта кассета мне нужна для того, чтобы я, наверное, сделал, скажем так, основную свою миссию. Потом, естественно, мне нужна ткань льняная и бечёвка. Это уже для... Так, кто бежит? Кто-то бежит за мной, ребята. О-о-о-о-ой. Так, или, или, или... Фух, повезло. Это очень опасно, потому что, ребята, у меня нету ветоши. Соответственно, я сейчас бегаю вот на одном дыхании. Если кто-то за мной сейчас побежит, не дай боже, мне придётся драть со всех ног отсюда, чтобы не укокошили. О, я вижу кус шиповника. Дайте-ка забрать. Так, ну что, на одну кружечку мы с вами нашли. Тихо-тихо, кто-то бежит, кто-то бежит, ребята. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ох ты, он всё-таки звезданул на 96. Блин, опасно, ребята. Очень опасно здесь становится. Вы посмотрите, у меня 6 здоровья. Всего лишь 6. Да, ещё у нас горелый дом есть. Блин, ничегошеньки я сделать не могу. Называется «Живи как хочешь». Выживай, действительно, выживай. Осаждённый дом. 13 часов ещё он будет осаждённым. Я даже боюсь туда суваться, ребят. А пушка леса какая-то у нас здесь. Смотрите-ка. Ага. Обычные опасные игроки. Опасных хватает, ё-моё. А вот в вымершей обычных опасных нету. Угу. В осаждённом доме вообще одни знаки вопросиков. Это означает, что там просто труба полнейшая, наверное. Даже не знаю, что и делать-то теперь. Так. Скрафтить ничего не могу, абсолютно. Так, нож. Нож у нас и столярный верстак. Мы сможем доски разные делать, если мы сделаем. А здесь арматуру. Угу. Доски, арматура. Ну что? Рискнём, ребят? Я не знаю. Не дай, не дай, конечно, чтобы мы погибли здесь. Пожалуйста. Прошу. Так вот опасно, да? Появляешься. И перед тобой уже сразу стоит зомбарь, который бац. И с удара. 6% хп, ребята. 6. Ай-яй-яй. Потихоньку, потихоньку. Вообще еле-еле. Как-то, чтобы меня даже никто не видел. Так, открываем. Да ты, блин. Ничегошники здесь нету. Врагов здесь куча просто. Так, я уже боюсь, куда он там. Оу. Нет, я просто бегаю по острию бритвы, ребят. Добью я всё-таки. Может быть, ветошь получу, а? Так, ветошь. Одну штуку я всё-таки нашёл. Но этого мало. Мне даже... На одну эту не хватит, да? Да, не хватит у меня. Чтобы я смог сделать себе бинт. Элементарный, простецкий. Чтобы подлатать себе здоровье. Вот так вот по краечку бегать, чтобы безопасно было. В принципе, где металлолом, там тоже можно найти ветошь. Это у нас что? Это у нас бетон валяется. Ай-яй, тихо. Не подкрадывайся так ко мне. Так, куст пустой. В нём уже ничего нету. Ай, тихо, тихо, тихо. Не надо, не надо на меня агриса. Пожалуйста. Дай-ка я грибок этот заберу. Может быть, срубим дерево. Но здесь... Блин, теперь топор у меня закончился. Печалька. Слушайте, я боюсь вот туда вот походить, ребят. Сагрится нафиг, догонит. Люлей даст. И буду я тут валяться с голой сракой. Поэтому надо как-то... Так вот, потихонечку. Ну. Так, ага. Два металлолома и ещё одна ветошь досталась нам. Так, куст, куст шиповника. Это хорошо, ребята. Так, давайте-ка, наверное, мы с вами сделаем... Сделаем этот... Один бинт. Так, где у меня самодельная повязка? Опа! Ну и сразу же... Наверное, перебинтуем себе раны. Так, что у нас здесь? Просто две доски дали. Так, где у меня бинт? Вот он, бинтик. Давайте, 200 хп. Но это мало, согласитесь, да? Тот чувачок, этот охотик, он мне звезданул с удара на 96. Три шиповника. Кстати, по-моему, по ягодам у нас всё, ребята. Мы можем с вами идти и варить. Опа! Тихо-тихо. А, это ходок. Ходок это хорошо. Он медленно идёт, поэтому от него можно убежать. Блин, мне охота заюзать там этот костёр. Может, камень кинуть в бубен. А я так и не пробовал, ребята, что он из себя представляет. Не, я могу представить, он бросит у него камень, но... Какой урон нанесёт, я не знаю. Так. Будем вот так вот, блин. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Да, я заюзаю, может быть, здесь клубень найду. Ага. Два клубня. Нет места! Ха-ха, как всегда. Нет места для клубней. А чё вы ожидали? Да, я даже топор не могу сделать. Ой. Ладно, ребята. Наверное, нам всё-таки нужно бежать обратно. Хотя мы можем, знаете, что делать? Смотрите, я выхожу. Когда обратно захожу, у нас всё это появляется на месте. В принципе, это неплохой, как сказать вам, шанс полутать вещи. Надо будет, кстати, этим заняться. Но у меня очень мало здоровья, очень мало энергии. Поэтому здесь не до баловства уже нужно подпитаться. Сейчас мы с вами, кстати, попробуем сделать эти три шиповных коктейля. Бодрячий напиток, да? Шесть, да, у меня шесть шиповника. Так что должно хватить как раз три ягоды на одну кружку. Так, 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 так. Ага. Вот он мой дом родной. Что у нас тут? Мясо сготовилось? Мясо сготовилось. Положить его, как обычно, некуда. Съел или не съел? Ага, вот так вот мы с вами можем сделать. Так, энергии, энергии. Маловато, конечно. Так, забери результат переработки. Да понятно, что забрать. Заберу, конечно. Досочек добавим. Одна картошина. Слушайте, восемь грибов. Вот это будет, наверное, эффективнее. Ускорим, может быть, а? И жалко, ребята, денег-то, конечно же. Так, водичка, водичка у нас. С водой, кстати, тоже кислая. Я всю воду практически вылил на огороды. Я могу, конечно, забрать. Но я думаю, что не стоит. Так, здесь у нас что? Два напитка есть. А мне нужно три напитка. А точнее, мне нужно сделать два самому лично. Потому что тут не засчитали мне, который я нашел. Доски. Даже ничего не могу разместить. Просто-напросто все завалено, ребят. Все под завязку. Ну-ка. У нас вода. Да, нам нужна водичка. Так, эта фляга у нас полная. То есть, получится, я смогу только сделать еще одну кружку, да? Так, грибы у меня тут делаются. Ну, давай, подождем. Так. Это блюдо мы сделаем. И, наверное, те уберем с вами. Все. Дай. Ага. Все, прокатило. Ну. Давай, делаем. Две минуты. Не будем ждать. Еще нужна мне, ребята, одна фляга. Чтобы я смог сделать третий напиток. Ну, естественно, мы это с вами сделаем. Так. Где у нас тут? Ага. Забрать отвар. Вот они, два отвара у меня готовы. Еще один осталось мне заварганить. И, в принципе, задание будет выполнено. Ну, все готово. Давай попробуем отнести. И посмотрим, что он нам скажет. Забирай свой шиповник. Ну. Готово? Скорее, неси отвар мне. Принес. Так, отдать. Ну, отдал же вроде бы. Ох, глаза как раскрылись. До этого совсем носом клевал. Так, квест выполнен. Ну, где шесть картошек, там и двенадцать. Да завязывай, Ирландец. Ты что, серьезно, что ли? Ты, кстати, знаешь, что у меня двенадцатого день рождения? Только я месяц забыл. Так, что приходится отмечать двенадцать раз в году. Теперь это мое самое любимое число. Так, заработал. Высаживай дюжину картошек и собирай урожай. Ты припарил меня, а? Вот, блин, нахлебник-то где? Ё-моё, ребят, мне придется теперь идти и сажать двенадцать картошек ему. Точнее, мне не сажать, даже, наверное, скорее всего, собирать придется. На ускоренном. На ускоренном. Так, посмотрим, сколько здесь? Пять. Пять картошек. Хорошо. А здесь у нас сколько? Четыре. Угу. Даже не знаю, ребята. Или ждать, или ускоряться. Тут у нас сделались уже грибы. Так, один у нас остался, да? Давайте, может быть, выпьем его, а? Че он там нам дает, если мы его выпьем? Тридцать здоровья. Угу. Тридцать здоровья это вообще ни о чем, если честно. Просто никуда не годится. Ну, не знаю, ребят, как вам, а я считаю, что мы с вами неплохо все-таки полутали там. По крайней мере, все, что нам надо было, мы с вами получили. Так, картошечка. Маловато, да, все равно? Блин, мало. Так, грибы у меня сготовились. Ага. Давай, запекайся, картофан. Хорошо-то как, а? Запахло прям, вот знаете, когда картошечку на углях печешь, вот это тут незабываемый запах печеной картошки. Так, что у нас там по доскам? Доски готовятся. Угу. Слушайте, мы как только с вами сделаем три доски, ух, замутим, замутим сразу. Так, арматура. Дайте-ка мне сделать вот эту вот штуку. Да, хотел я давно, это копишка себе. Ух, с копьем-то лучше бегать, чем с палкой-копалкой, да? Согласитесь. А здесь, смотрите-ка, вот эта монтировка, она вскрывает некоторые замки. Да, вот лопата мне нужна, чтобы раскапывать схроны. Ну и закапывать могильники. Не знаю, зачем могильники закапывать. Так, кстати, мне нужен еще ткацкий станок. Это нам нужно еще шесть дерева и девять тканей. Ну, опять же, ребята, вот этот вот, согласитесь, фарм туда-сюда, туда-сюда, очень долгий и нудный. Так, создаем. Все, мы с вами будем теперь производить арматуру из металлолома. Я думаю, что это тоже очень хорошо. Опять нам нужно, наверное, пол с вами делать, да? Так, ну что, давайте вот здесь, наверное, сделаем. И поставим сюда этот станок. Так, где он у меня? Ага, вот он. Установить. Подожди, подожди. Я не понял. А его что, можно на земле установить? Точно, ребята, он устанавливается на земле. Я думал, что для него нужен пол. Тогда вот сюда, наверное, его поставим. Ему здесь будет самое место. Так, хотелось бы, конечно, еще глянуть. Сколько чего тут нужно? Так, это у нас рецепты. Так, значит, вода и металлолома, это получается арматура. Также железная чушка, железный лист. В принципе, все логично. Ага, и железная труба идет в конце. Так, нужна вода и нужен нам металлолом. Это, что я вам могу сказать, ребята? Это опять идти на фарм, если только. Но, сами прекрасно видели, что очень и очень долго и нудно. Туда-сюда, туда-сюда бегать, забегать. Я, наверное, там все-таки это удалю нафиг. Потому что припарит кого угодно. Я сам там припарился все это. Выжидать втихаря, подкрадываться. Давайте-ка мы сделаем с вами. Три доски. Отлично, ребята. Так, делаем себе лопату. Да е-мое. Так, доски, доски нужно забрать. А арматуры-то у меня, то есть не арматуры, а металлолома-то у меня. Нету, по-моему, да? Четыре штуки еще нужно. Е-е-пар-сеты, а. Как я этого, конечно, не хотел... А, нет, есть, есть. Фух. Я уже думал, мне придется опять бежать. В пустоши и опять там тусоваться. Выложим вот этот камень. Тоже нафиг нам не нужен. Гвозди пока не нужны. Так, это куда? Это никуда, ребята. Не помещается это. Ну что? Так, у нас с вами копье есть, заточенное. Из арматуры сделанное. Три картошки печеных. Давай-ка вот так вот все это быстренько, наверное, доделаем. Не так уж это и дорого стоит. Но голда заканчивается. 480 всего лишь у меня осталось. Слишком много мы здесь с вами не... ...побегаем, как говорится. Так, грибы. Грибы, кстати, тоже нужно поставить на жареху. Ах, хорошо-то как. 6 жареных грибов. Плюс у меня еще 3 есть. Давай. Ну... Вот так вот. 9, короче, в общей сложности. Ну что, я вам могу сказать. По провизии пока все хорошо. Голодать мы в ближайшее время уж точно с вами не будем. Так что, ребята, пора отправляться на фарм опять. Так, подкрепимся маленько. И, как говорится, в путь дорожку. Ну что же, я готов, в принципе, откопать этот схрон. Давайте, ребята, сбегаем. Посмотрим. Он уже у нас давно, кстати, лежит. Не тронутый. Потому что у меня не было лопаты. Как вы знаете, да? Заноза. Кстати, мы можем вот сюда. Вот у нас сумка в палатке, да? Мы тоже можем выкладывать сюда ненужные нам вещи. Надо об этом не забывать и помнить. Так, ну что. Где у нас? Где-то вот в этих краях у нас должен быть схрон. Так, это у нас дерево. Ага, вот здесь, по-моему, ребят, да? Да, вот он. Ну что же, пора раскапывать. Что здесь, интересно, лежит? Ну, давай, 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 давай. Ох ты! Топор новый. Так, целлофан, картошка какая-то там вареная, печеная. И целлофан. С целлофаном я до сих пор не разобрался, куда он нам нужен. Так, место для гаджетов и аксессуаров. Нафиг оно нам не нужно. Давай-ка вот сюда вот сделаем. Так, новый топорик. Это хорошо. Это очень хорошо, ребят. Потому что топором я тоже и деревья рублю, и доски всякие, ящики. В общем, это дело такое нужное. Что у нас там по месту? А места, как всегда, нету. К занозе идти, что ли, выкладывать все это не хочу. Потому что, ребятушки, эта игра, скорее всего, онлайновая. Потому что сколько... Ну, вы видели же прекрасно, сколько мы бегали. Чувачки там. Есть, которые на тебя нападают, а есть, которые тебе помогают. Не знаю, от чего это зависит, но, по крайней мере, ников я у них не видел. Как их величать, тоже. Но зато меня тут все прекрасно знаете, как теперь величать. Создал я. Никнейм себе, как обычно. Рэй. Все как полагается. Так, ну что, арматуру. Арматуру можем заказать. Но нужна ли она нам сейчас? Я думаю, что нет. Так, по доскам. Доски у меня готовятся. Блин, чтобы одну доску сделать, ребята, 50 нужно голды отдать. Это грабеж средь бела дня. Пускай гриб этот жарится. Так, 9 грибов. Ух. Все хорошо с провизией. Блин, а вот грядки у меня, конечно, пустуют. Не хватает, ребята, клубней нам. Прям какая-то засада. Но что там этот говнюк-то там со своей картошкой? Блин. Еще три картошки нужно посадить, а? Вот буржуй. Неужели мне опять придется туда чесать, а, ребят? Неужели мне опять придется там воровать эту картошку, эти клубни? Да, выхода нет, ребят. Придется отправляться. Нужно все-таки выполнить это задание, е-мое. Ну и также нужно нам добыть металлолом в этом лагере вымершем. Наверное, пожалуй, мы к этому с вами и приступим. Ну что, я думаю, что все на этом. Да? Здесь больше ничего нету абсолютно. Мы все здесь собрали, все забрали, что можно. Я думаю, что пора нам с вами возвращаться обратно домой. Все полутали, всю картошку здесь забрали. Подожди-ка. Ага. Фляга, фляга, фляга. Куда тебе? Ладно. Сгодится. Ну и что, вроде бы все. Всех зачистили, никого здесь не осталось. Могу дерево еще срубить. Как говорится, на дорожку. Древесина нам не помешает. Так, здесь уже все облазено. Так, бетон валяется у нас. Заберу. Я все буду забирать здесь. Так, тихо, тихо. Там какой-то говнюк лазит. Кто там? Ага. Лос Морталис. А ну-ка. Получи, гад. Заколбасили. Ну-ка, давайте полутаем, что там в нем хорошего есть. О, отлично. Вода, ветошь, нитки. Все как полагается. Так, тут металлолом. Давай ветошь еще заодно. Фух. Разжился. Наконец-то, ребята, конец нищете. Так. Второе дно. Слушайте, а как это второе дно? Я, значит, могу... Если у меня будет, ребята, монтировка, я смогу в машинах открывать второе дно. Вот оно как. То есть там есть... Тихо, подожди. Ага. Вот, выживший бегает. Еще один. Ну, это, ребята, такой же, как и я. Видите, голодранец. Ладно, мы не будем друг друга трогать. Пускай он тоже развивается, видимо. Только начал играть. Поэтому... Это только приборзевшие такие, которые... Ну, вы и сами видели, да? С винторезами. В срак у тебя, блин. Издалека пальнут. Ты даже не поймешь, от кого там погиб. А ну-ка, дай клубни. Дай клубни, пожалуйста. Есть. Еще один клубень. Хе-хей. Так. Ну что, этот заводик... Ой, заводик. Этот домик мы с вами уже полностью обшмонали. Здесь ничего нету. И я думаю, что пора, наверное, возвращаться. Так, я и не нашел здесь, кстати, эту льняную ткань и бечевку. Хотя именно здесь, по заданию, я должен это все найти. Кувалды у меня нету. Разбить бетон не могу. Дерево обязательно срубим. Потому что крафтить нам с вами там еще... Ох, сколько надо всего. А вы сами видели. Нужен металлолом, древесина. Это как бы основные ресурсы. Ну, так же идут там, конечно, нитки. Хиритки, бечевки. В общем, вся эта ерунда. Все, по ходу дела все, ребята. Здесь делать нечего. Я смотрю, ничего не появляется новенького. Полутали, пофармили мы на славу. Ничего не могу сказать плохого. И пора, наверное, нам с вами возвращаться. До дому. Так, охотников, кстати, здесь тоже почему-то не было. Но металлолом я все-таки добыл. Ладно. Идем к занозе. Сдаем это задание. И, надеюсь, она что-то там полезная, путевая нам даст. Эх, ничего нет лучше родного дома, ребята. Это уж точно. Так, еда и вода. Ну, это все понятно. Отправляйтесь на вылазку. Запаситесь едой, водой. Также, они забыли здесь упомянуть, что нужно еще одежда. О, ты здесь? Отлично. Рад как раз поймал обходящий сигнал. Говорит замдиректор института Холодова. Один из наших сотрудников, изучавший заброшенную деревню, третьи сутки не выходит на связь. Это кто еще? Такая Холодова какая-то. Так я еще и проголодался. Ваша задача добраться до деревни и найти его. Или его оборудование. Я понятно объясняю. А можно не говорить с нами так, как будто мы вам что-то должны. Действительно. А ты хочешь сказать, девочка, что ты мне ничего не должна? Забыла историю с контейнером светляков. Не трать мое время. Сеанс связи завершен. Брррр, ненавижу ее. К сожалению, я действительно у нее в долгу. Подойди, я расскажу в чем дело. Хм. Срочный вызов. Ну давайте, наверное, подойдем к ней, да? Что он там хочет нам рассказать? Так, я голодный, ребят. Как не знаю кто. Во. Теперь я буду себя чувствовать лучше. Холодова сейчас управляет институтом. Это одни из самых серьезных ребят на территориях. Секретные разработки, контракты с батальоном рейджеров и собственная служба безопасности. Вот даже как. Хорошо, я тебя понял. А сама холодова, та еще стерва. Хе-хе-хе. А что опять не так-то? Когда со мной так разговаривают, я обычно бью в ответ. Но мы с Шерпом один раз упустили важный груз, который был нужен лично холодовой. Ага, вот он даже как. Рано или поздно она должна была мне это припомнить. Короче, понятно, заноза. Так, если холодово потребует чего-нибудь невозможного, плюнем на все и скажем, что ничего не нашли. Ага, понял. Но пока у меня есть шанс расплатиться с долгами и больше никогда не слышать голос этой селедки, я его не упущу. Даже так. Хорошо. Отправляйся в заброшенную деревню и поищи ученого. Так, хорошо, ребята. Значит, мне нужно покинуть убежище. Так, собрать картошку с грядки. Я думаю, что она, наверное, уже там сготовилась у меня, да? А, как ее сготовилась-то? У меня же ничего нету. Так, ладно, тогда мы сажаем. У нас, ух, 15, ребята, клубней. О, заживем. Так, ускоряем все, ребята, это дело. Так, забираем. И я думаю, что все, да? Собрать картошку с грядки мы выполнили. Теперь давайте, наверное, ее на запечку поставим. Пускай запекается. Так, ну что? Сельхоз-то наш хозяин, фермер, блин. Что ты мне на это скажешь теперь, а? Я все сделал, как ты просил. Эх, налилась вся красота. Ну, еще бы не красота. Меня в детстве всегда учили, чтобы не голодать, запасайся впрок. Когда у тебя полный погреб еды, сразу как-то спокойнее. Запеки еще 12 картофельных, хватит. Ребят, я так и знал, а? Я все-таки не зря это сделал, что картошку положил запекаться. Она, по-моему, дорого стоит, да? Если делать все это дело на ускорение. Давайте-ка посмотрим. А в принципе, в принципе, не так уж и дорого. Давайте, наверное, все это сделаем по-баленькому. Так. Ну, отлично. 7 картофелин у нас сварилось. Добыть металлолом. Там у нас в лагере еще задание до сих пор висит. Так, подожди, я что-то не понял. Подожди, забрать запеченную картошку из очага. Я же вроде сделал. Что этому фермеру опять надо? А ты достал уже на самом деле. Ладно, пойду я сдам задание вот это вот. Добыть металлолом. В лагере посмотрим, что за ноза мне за это даст. Как она меня отблагодарит. Ну и, наверное, будем покидать. Чего там? А, вот оно как делается. Так. Татуированные головы. Новое задание. Три гвоздя я получил. Убить лос-морталис в выморшем лагере. Оу. Я же их, ребят, столько переколотил. Мне опять их надо бить. Ну, тогда-то у меня не было, конечно, задания. Я ничего не говорю. Так, рюкзак. Эй, где эту тряпку, ребят, взять? Я не знаю. Я сколько бегал. Так, металлолома тоже нету. Это ткацкий станок нам, видимо, нужно. Только тогда мы сможем с вами изготавливать эти тряпки. Ну что же. Нам, видимо, нужно покинуть убежище. Давайте тогда это, наверное, с вами и сделаем. Покинем аномальный поселок. Ух. Я не знаю, ребят. Что нас там ожидает и как? Ну, вроде бы я затарился неплохо. Все у меня хорошо. Попытаемся. Так, рассказываю, куда ты идешь. Заброшенную деревню считали аномальной еще до войны. Ага. В ней разная ерунда творилась. Вещи летали, деревья кровоточили. На оконных стеклах узоры находили в виде кричащих лиц. Всякая такая дрянь. Прям действительно Чернобыль какой-то рассказывает. Ё-моё. А однажды на улицах, на стенах домов появились странные знаки. Как будто дети людей рисовали. Только очень жутких людей. И на следующий день все население деревни исчезло. Так, я еще должен туда что ли идти? В эту деревню как раз? Ё-моё. Вот этого мне не хватало. Ладно. Так. Значит, мы с вами сейчас отправляемся в деревню. Слушайте, я не знаю. Я хорошо подготовился. У меня нет ни брони, ничего. Но не задерживайте. А больше отправляйся в заброшенную деревню. Так, ладно. Я все прекрасно понял. Так. Добраться до заброшенной деревни. Так. А пушка леса. Ну что же. Давайте сбегаем. Посмотрим, что там за фигня такая творится. Блин. Без брони, конечно. Как-то очень дико, если честно, для меня. Так. Я еще могу как раз... Ты на месте. Так. Подожди. Оу. Тихо, тихо, тихо. Что за... Ё-парасэто. Сваливай свой... Чего? Чего? Я не понял. Меня вот этот вот хмыр расстрелял. Ё-парасэто. Ребята, я же все профукал там. Блин. Все абсолютно, что было нажито непосильным трудом, я профукал там. Так, ребят. Есть, конечно, небольшой шанс сбегать. Если я окажусь именно в том месте, какие-то доли секунды забрать у меня это все. Если нет, все, ребят. Я расстроюсь, блин. Жесть. Я же все, все... Всю еду. Всю одежду. Все материалы. Все с собой взял. Как дурень. Ну и как всегда, я нахожусь хрен знает где. Да, найдешь ты тут... Да что там за... Оу, щет. Ты посмотри. Четыре вот этих вот охотника. Мне с ними не справиться, ребят. Никак. Без оружия, без брони. Блин. Это столько часов фарма. И вот так вот все козлу под хвост. Жесть, ребята. Тут действительно надо выживать. Тут не прокатит вот это вот разгильдяйство, я смотрю. Я все, я потерял. Я не найду теперь. Наверняка тут хмырь все подобрал, который меня расстрелял. Из помпового ружья, ребята. Из помпового ружья. Вы представляете, а? Что бы я там сделал со своим копишком странным? Ой. Ладно, ребята. Наверное, давайте мы с вами будем завершать эту серию. Мы обязательно, конечно же, с вами увидимся в следующем. Продолжим. Жалко, я Нико его не запомнил. Я бы ему отомстил. Поверьте мне. Я такой найду и накажу потом. Так что, ребятушки. Мне придется еще потратить недюжину времени, чтобы добиться тех самых результатов, которые у меня были. Все нафармить. Сделать, опять же, лопату. Какое-то оружие. Какую-то примитивную броню на этот раз уже. И пойти, как говорится, в эту деревню. Аномальную. Там, кстати, домик был. Мне даже интересно, что там в этом домике. Так что, ребята, всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Не слишком сильно вас утомил. Ну, а мы увидимся в следующих новых видосиках. Субтитры сделал DimaTorzok